С вами Ветерний Политпросвет. СМЕ сообщают, конкретно по данным газеты «Известия», министр финансов России Антон Силуанов 23 ноября заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплата налога на доходы физических лиц, знаменитый НДФЛ. Антон Силуанов вообще очень осторожный человек. Он любит все взвешивать. А взвесив, очень удивляется, почему его взвешенные инициативы не всем по душе. Ну, помните вот это вот изумление от 2018 года. Наиболее сложным было рассмотрение по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Вот никогда так хорошо не было, и вот опять. Давайте вместе догадаемся, отчего в обществе вопрос повышения пенсионного возраста был воспринят так сложно. И чему так удивляется Силуанов. Ну, это к слову. Речь сейчас не об этом. А вот о чем. Ранее, а именно 12 сентября, глава ВТБ Андрей Костин выступил с соответствующим предложением установить минимальный доход, не облагающийся налогом. И это весьма ценное замечание. Потому, что, как минимум, в лучшей стране мира, в США, есть целые категории граждан, которые никаких налогов не платят. Как их довели до такой жизни, этот вопрос мы пока задавать не будем. Но отметить явление надо. И уж если мы имеем такой светлый ориентир, ну, не худо бы скопировать его вот такие вот черты. И ведь так? А почему? А вот почему. В сентябре глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В этом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели ухудшились с 12,5 до 12,7%. На всякий случай уточним, что в соответствии с приказом Минтруда России от 09.08.19, номер 561, величина просуточного минимума в целом по Российской Федерации составляет 11 185 рублей на душу населения. Внимание! 12,7% людей в нашей стране получают прожиточный минимум или ниже. Это больше, чем каждый десятый. Ну, а что такое прожиточный минимум? Это же не просто 1185 рублей в месяц. Это еще и 373 рубля в сутки. И вот давайте немного потыкаем вместе в кнопочке калькулятора. Минимум. Вот минимум. Нам платят на работе, до которой нужно доехать. Проезд в лучшем случае, это когда в каждую сторону без пересадок. Гарантий такого благорастворения воздушья не существует, но кому-то везет жить недалеко от работы. Туда-обратно, вот в Санкт-Петербурге, это 80 рублей. Далее. Надо где-то жить. Если квартира несъемная, своя, а ипотека уже полностью погашена, то средняя платежка в стране за однокомнатную квартиру в 2019 году, это около 3000 рублей. Это, как легко отыграться, 100 рублей в сутки. Итак, 100 рублей плюс 80 равно 186. 373 минус 186, 187 рублей. И вот на 187 рублей надо умудриться купить еды, лекарства, одежды, оплатить интернет, телефон. А еще где-то там кроется собственное культурное развитие, повышение рабочей квалификации, дополнительное образование и так далее, и так далее, и так далее. А покупки бытовой техники, там компьютеров, телефонов, я вообще пока не говорю. Давайте посчитаем просто еду на неделю. Ну вот, десяток яиц, 50 рублей. Килограмм картофеля, ну, рублей 16. Хлеба, две буханки. 40 рублей. Полкило яблок, 30 рублей. Молоко, один литр, ну, где-то 58 рублей. 2 килограмма курицы, рублей 400, капуста, килограмм. 15 рублей. Чай в пакетиках, самый дурацкий. Это 40 рублей за 25 пакетиков. Ну, сахара, может быть, и соли мы грамм 100 съедим за неделю со всей едой приготовлений. Ну, это еще рублей 6. Масло растительного рублей на 6-7. Масло сливочного рублей на 10. Итого, 677 рублей в неделю. Итого, 96 рублей в сутки. Кстати, для справки. Питание заключенных в местах не столь отдаленных, 72 рубля в сутки обходится государству. Так вот, 187 минус 96 равно 91 рубль. Так вот, на 91 рубль вы можете себе ни в чем вообще не отказывать, включая лечение гастрита, которое вас неминуемо догонит при таком режиме питания. Ну, а на что покупать лекарства? Одежду, книги, учебники? Ходить в кино, музеи, театры? Как родственников, в конце концов, навестить в другом городе? И ведь это еще неплохо, если вы живете один. А если вдруг внезапно заведется беременная жена, воистину, те, кто рассчитывал прожиточный минимум, кажется, имели в виду расклады завхоза концентрационного лагеря Аушвиц. Так вот, это прекрасное жалование. Наше государство не жалует более чем 10% собственных граждан. То есть, почти 13% людей не могут позволить себе даже такого шика, как питание на 96 рублей в сутки. И, конечно, вроде бы государство обеспечило всех рабочими местами, достойной, внимание, достойной заработной платой, великолепной инфраструктурой, дала им все возможности, и, естественно, гражданин за все эти возможности должен бы заплатить. Плати налоги, живи спокойно. А вот то, что у людей вдруг нет денег, это люди явно сами виноваты. Не государство же, в конце концов. Надо ли расценивать налоговую инициативу, если отвлечься от сарказма, за великое достижение социальной политики? Нет. Как в лучшей стране мира, бизнес, невидимая рука рынка и буржуазное государство, регулируемое первыми двумя, довело известную часть граждан до такого состояния, когда с них нечего взять. И теперь надо все взвесить, а все взвесив, расписаться, с вас брать нечего, живите уж как есть, а потом выдать это за достижение социальной политики. Силуанов мог бы удивиться свежему исследованию Левадо-центра. Вот оказывается, более половины молодых людей в возрасте 18-25 лет хотели бы покинуть край родных Осинов. Аналогичные мысли посещают граждан от 25 до 39 лет пореже. Тут чемоданными настроениями охвачено около 30% населения, чуть больше. Ну, а в целом по стране хотели бы вдруг уехать и никогда не вернуться, каждый пятый 20% населения. Отличные показатели я вам доложу. Силуанов мог бы им удивиться, а мы, наверное, знаете, не будем. Потому что реальная перспектива окунуться в быт концентрационного лагеря, даже будучи трудоустроенным официальным, вот что может лучше стимулировать патриотизм, рождаемость и традиционные ценности. Не удивляйтесь этому и помните, если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами. На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.